Стратегия Турции 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 Наверняка. Именно этим он сейчас и занимается. Но вопреки воле армянского народа нынешний российский президент не может его свергать. Он себе этого не позволяет. Понимаете, тут ведь как парадокс какой. Если армяне избрали Пашиняна, значит армяне не хотят ни России в Закавказье, ни независимости Армении, ни сохранения в регионе армянской территории Чунигского района, ни сохранения армянским Карабаха. А какой еще можно сделать вывод? Ну его российский президент и делает. Он же не идиот, он умный человек. Армения стоит на пороге прекращения, повторяю еще раз, своего государственного независимого существования. Очень много армянских территорий были оттаманской портой. Я ехал из Завартноца в Карабах, я видел гор Варара, а там есть и озеро Ван. Сколько там было миллионов армян на этой территории? И что от них осталось? А теперь второй вопрос. Сколько армян осталось в Карабахе? И что будет с ними в сегодняшней ситуации, когда Никол Пашинян отказался от Карабаха, в любой форме отказался от него и подтвердил, что территория Азербайджана? Что можно сделать, чтобы помочь в данном случае армянам Карабаха, которые, с моей точки зрения, разделят судьбу армян Баку или Сумгаита в этой ситуации? Спасать людей надо, вывозить людей надо. Женщины, детей в первую очередь. А когда я говорю об этом, мне говорят, ну как, мы же тогда потеряем присутствие армян в Карабахе. Ну мало ли где евреи потеряли свое присутствие ценой 6 миллионов погибших. Я очень не хочу говорить такие вещи, мне это не нравится. Но я говорю всегда то, что я вижу. Людей надо сейчас спасать. Людей, пока нет ситуации, которые вынуждают спасать их под огнем или когда их будут резать. Сегодня это так.